Привет всем с обглянувшим на мой канал смотрите какое говоря огородным языком разнотравье это наша получается скорее всего крайняя инкубация в этом сезоне это вот десяток гусиных яиц от наших гусиков которые мы с трудом насобирали потому что они уже не слились очень редко у них заканчивается яйцекладка в общем еле дождались от них десяток яиц а это мелочь особенно вот это под номером один давайте будем болеть за него делайте ставки а может быть кто-то будет за номер 13 болеть это соседка попросила о таком от инкубировать яйца от ее куриного ассорти не во дворе и карликовые куры и махнолапые и галашины и в общем всякое всячина и будем инкубировать с крестиками этой я по одному от наших яиц положила но чисто проверить потому что уже один раз проверяла наш петух которому уже больше пяти лет наверное просто делает вид что работает ну зато кукарекает но на всякий случай вдруг сработал положу вот в общем вот такие вот яйца будут заложены да про инкубацию гусиных и куриных яиц я читала смотрела разные ролики и рассказывают что надо выждать неделю но я заложу их вместе потому что у нас еще предыдущий инкубатор загружен яйцами и потом куриные туда перееду там по-моему дней десять осталось до конца инкубации у нашего второго инкубатора который даже чуть поменьше размером чем вот этот заодно потренируемся инкубировать куриные яйца так что я думаю они друг друг другу не поменьше не помешают и дальше уже будут развиваться каждый своим чередом через десять дней ну что как говорил юрий гагарин поехали и после первого скопирования выбывают вот эти граждане снова продолжаем совместную инкубацию гусиных и куриных на заказ и у нас тут прибавление да и тут немножко было неоплодных кровяным кольцом по моему штучки три или четыре убрали и 1 гусиная и 1 гусиная с вопросиком у меня тут за ним понаблюдаю не пойму идет развитие или нет вот а вот у нас прибавление у соседки которая дала мне на вывод вот этих яйца сидела утка на гнезде и мы как бы не печально как бы не печально это звучало крякнула крякнула и яйца в гнезде пролежали два дня она не знала что с ними делать что-то понимаю это наверно в шоке конечно и попросила вспомнила что она мне дала на инкубацию и попросила как бы проверить эти яйца там в курятнике мы конечно проверили мне показалось что шевеление нет шевеление я не увидела в дневном свете в полумраке сарая и все мы решили что яйца тоже крякнули ну решили разбить одно яйцо там был утенок и он дышал уже полу сформировавшийся утеночек но он дышал бегом собрали мыть я уже не стала эти яйца и они мне уже тут второй день я их просветила и реально у некоторых было шевеление у некоторых яиц было шевеление другие еще под вопросом еще понаблюдаю вот так вот как интересно получит они были реально холодные в сарае в гнезде лежали а вот такой вот а мы переживаем вот я даже сейчас путаюсь уже в словах реально этого такой волнительный процесс что в гнезде пролежали яйца два дня уже без утки без наседки а при попадании в инкубатор я увидела что они шевелятся не знаю как отразится это на дальнейшем развитии но посмотрим ладно уж посмотрим они мне в отдельные коробочки здесь вставлены в инкубатор и за ними так вот и посмотрим а мы еще переживаем за то что лишние два часа у нас яйца охлаждались или там ночь пролежали в закрытом инкубаторе но без без вот этих лампочек когда лампочка перегорела вот так вот следим дальше но здесь все яйца тут смесь и куриных и утиных яиц и у всех разное развитие вот скорее всего одно яйцо утиное прям с хорошим развитием и вот второе которое мы разбили был тоже почти сформировавшийся утенок а все остальные на разных сроках абсолютно на разных сроках потому что все это обычное подворье где все 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 вместе куры и утки несутся друг по другом и сидят как говорится на смеси яиц посмотрим что получится продолжается инкубация куриных яиц уже 19 день это у тебя яйца в отдельном лоточке которые были принесены из-под утки и да в них жизнь развивается по внутри или четыре яйца пришлось убрать там жизнь остановилась совсем не было никаких движений а тут есть развитие хотя до два дня два дня держали просто в сарае яйца в гнезде но как мы посоветовались и мне подсказала полезные советы так как лето жара и это не сильно повлияло или погибнуть но посмотрим как это повлияет кстати одно утиное яйцо уже отсюда вылупилась и уже у хозяйки мы отнесли не успела я заснять был такой суетливый день а почему был суетливый день потому что то единственное утиное яйцо вылуплялось вместе с нашими гусинами и которые здесь были гусиные яйца открою вот мы уже перестелили в освободившийся маленький наш инкубатор дальше пускай выводятся вот теперь куриные яйца раз выводится отдельно самостоятельно ну а здесь вот эта смесь утиных и куриных осталось 8 19 день выводим впервые ну посмотрим кучу роликов посмотрела амельцы выводят вот так стоя а мы по привычке как гусины и лёша положили посмотрим как получится что ж осталось можно сказать 3 дня 3 дня вот этой инкубации до встречи продолжением смотрите что здесь происходит 20 день инкубации это яйца вот которые мне соседка дала выводить пробовать а это яйца и уже двое кто-то тут вылупляется двое или трое это которые вот отдельные коробочки были там где смесь яиц из-под утки экстрена которые мне дали которые два дня были просто в гнезде ты первый вылупился и ты из первых и какие чириколки можем тут и карликовые куры в общем смесь дворовая всякая карликовые куры и обычные и типа брамочки сейчас уберу шкурки и кстати вывелся один утеночек из вот этих яиц у него было хорошее развитие но я его ожидала соседки потому что он один куда ж мне его ждать всех остальных и через два дня вылупились и вот эти уже цыплятки остальные утиные яйца еще ну недели две точно им по развитию если смотреть по развитию и вот одно куриное яйцо она ему дня четыре наверное насколько я уже понимаю по степени развития зародыша сколько он занимает место дня четыре этому брошенному яйцо и вот эти курочки тут уже повылуплялись ой ты сам вылез сам вылез видит что мне надо убраться да поэтому ты мне помогаешь вот такой вот урожай да выводится наша первая куриная инкубация и отдадим соседки и это выглядываешь сам вылезешь или тебе помочь сейчас закрою уже а то влажность было 70 процентов наверное на стенке попшикаю инкубатора чтобы снова догнать влажность чтобы легко было выводиться следующим вот надкол я вижу и тут надкол все полезут полезут цыплятки по режиму практически гусиных яиц только без опрыскивания я их инкубировала кто тут скачет домашний наш инкубатор самодельный вот так от себя ведет и яйца были лежа это потом я в интернете насмотрелась или я уже об этом говорила не помню что там их почему-то стоя закладывают а это гусиные лежа положила и фиг с ними все равно вывелись все отключаем и закрываем малышей и вот она наша куриная первая инкубация которую нам соседочка заказала вот они такие малыши получились и там еще двое в инкубаторе подсыхают им скучно они там пищат аж на кухню слышно вот они какие домашние разнопородные птички некоторые смотрите какие перепелочки прям арбузики по окрасам красавчики вот такой вот у нас опыт куриной инкубации всем пока пока всем удачи ваших во всех ваших начинаниях пока испугались